Ежегодно 18 мая Мировая культурная общественность отмечает Международный день музеев. Этот профессиональный праздник хранителей общечеловеческой культуры и национальных ценностей был утвержден в 1977 году по решению Генеральной конференции Международного совета музеев. И с 1978 года этот день отмечается ежегодно в более чем 150 странах. В этот день в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого проходит множество культурных мероприятий, участие в которых принимают и дети, и взрослые. 18 мая в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого традиционно проходит день открытых дверей. Мы, конечно, ждем самых долгожданных посетителей – это дети. Они всегда очень открыты и с дорогой душой приходят к нам, им интересно здесь. Почему? Потому что мы решили отойти от традиционных форм экскурсий, а перейти к более интересной форме. Это интерактивная экскурсия, даже не экскурсия, это интерактивное пребывание в музее. Когда нет массового наплыва информации на ребенка, но есть небольшие вкрапления, очень сильные эмоциональные акценты расставлены. На встрече в детской библиотеке сотрудники музея совместно с работниками детской библиотеки рассказали ребятам о самых необычных и интересных музеях мира и Украины. Одним из интереснейших музеев является музей Ивана Гончара в Киеве. И я встречалась с сотрудниками этого музея, частично отсняла фильм, они были у нас, гостили в музее. И поэтому рассказать вот так по-живому об интересном скульпторе, об интересной и уникальной коллекции, которая восхищается весь мир, мы посчитали целесообразным. В зале музея школьников ожидал сюрприз. Стол с красками, кистями, ватными палочками и шаблонами, отражающими керамические формы. После рассказа сотрудницы музея Зои Ширухиной об особенностях западноукраинской и опашнянской керамики, ребята смогли воплотить полученные знания в рисунках на бумаге. Такое веселое и познавательное времяпровождение в музее понравилось юным посетителям. Очень было интересно, как рассказывали про музеи, и мне больше всего понравилось, как рассказывали про глиняную посуду. Мне было интересно слушать про музей Белого, как создавались древние разные музеи. Вот это мне больше всего понравилось. 18 мая на протяжении всего дня посетители всех возрастов совершенно бесплатно смогли увидеть ценные экспонаты и послушать увлекательный рассказ экскурсовода о редких фарфоровых изделиях.